В США открывается новое агентство по финансовой защите потребителей. Его задача следить за тем, чтобы американцы, пользующиеся услугами финансовых учреждений, были проинформированы должным образом о своих правах и обязанностях. На пост главы агентства президент США Барак Обама выбрал бывшего главного прокурора штата Огайо Ричарда Кордерея. Утверждать или отвергать кандидатуру будет Конгресс. 21 июля агентство должно уже приступить к работе. По словам Обамы, финансисты отчаянно сопротивлялись. Они пытались торпедировать проект и стратили на это десятки миллионов долларов и использовали целую армию лоббистов, но безуспешно. Финансовую реформу Обамы считают самой радикальной со времён Великой депрессии. Она предполагает ликвидацию главных пробелов финансовой системы США, отсутствие общего контроля и отсутствие механизма регулирования небанковских институтов. По мнению экспертов, именно отсутствие регулирования контроля за действиями корпораций на Уолл-стрит и стало причиной мирового финансового кризиса.